Короткая жизнь – это залог процветания пенсионного фонда. А пенсионеров, похоже, окончательно хотят свести с ума. С 1 января 2015 года им перестанут выдавать пенсионные удостоверения в качестве документа, подтверждающего факт установления пенсии. Это нововведение касается тех, кому пенсии будут назначаться впервые, начиная с января 2015 года. ПФР обещает, что внесенные изменения в законодательство не отразятся на реализации социальных прав пенсионеров. Для предоставления гражданам мер социальной поддержки в случае необходимости территориальными органами ПФР будет производиться выдача справок о получении пенсии или иных выплат по линии ПФР. Чиновники, похоже, совсем с ума сошли. Ведь с пенсионеров кругом требуют пенсионные удостоверения. И что, им каждый раз бежать за справкой? Цены производителей на бензин в России в июне подскочили сразу на 10,5% после повышения на 1% в мае. Рост цен зафиксирован в 15 субъектах страны. В Тюменской, Сахалинской областях и Якутии цены производителей на бензин сохранились на майском уровне. В июне этого года потребительские цены на бензин различных марок в среднем по России превышали цены производителей в два раза. Цены производителей на нефть, добытую в июне, выросли на 6,8%, а с начала года на 45,4%. Итак, резких скачков доллара не было. Нефть на мировом рынке дешевеет. Так какую же отмазку на и этот раз придумают нефтяники. Туристический поток россиян в Грецию упал за первые 5 месяцев 2015 года на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доходы, полученные за счет российских туристов, упали на 58% до жалких 50 миллионов евро. Общий поток иностранных туристов в Грецию увеличился в январе-май на 27%. Число немецких туристов подскочило за это время на 25%. И вот тут есть интересный факт. Оказывается, немцы предпочитают не признаваться в своем гражданстве из-за негативного отношения к политике Берлина в Греции. И это еще не все. Зафиксированы случаи, когда европейские туристы отказывались платить по счетам, мотивируя это тем, что греки нам и так должны. Ну, мне в такой ситуации кажется, что Ципрос уже должен перед всей Россией извиняться за двурушничество на переговорах. А на сегодня это все. Хороших выходных!